Доброго времени суток! Представим, что вы недавно стали обладателем новенькой машины, и спустя некоторое время с ней начались мелочные проблемы, что вполне нормально для современного мира. Например, стали потеть фары. Стоит заметить, что с этим явлением сталкивается огромное количество автолюбителей. Причем у одних проблема спустя некоторое время исчезает, другие же мучаются с ней на протяжении месяцев и даже лет. И ладно, если бы это только некрасиво выглядело. Так ведь запотевание фар может оказывать губительное воздействие на начинку самой фары. Например, через месяц-другой может начаться коррозия проводки или металлических частей. Главная причина, по которой запотевают фары – процесс перехода одного состояния жидкости в другое при определенных обстоятельствах. В данном случае речь идет о понижении температуры. В этом случае влага переходит в состояние жидкости и оседает на поверхности самой низкой температуры. Такой поверхностью является стекло фары. Многие автолюбители, которые недавно сели за руль, уверены, что фара настолько герметично сделана, что в нее не может попасть ни воздух, ни вода. Отчасти это верно, но не совсем. Дело в том, что она действительно сделана так, чтобы в нее при никаких обстоятельствах не попадала вода. Однако для воздуха существуют специальные прорези или неплотности. Однако со временем они имеют свойство рассыхаться, в результате чего вода может беспрепятственно попадать под стекло. Тут стоит отметить такой важный факт. Если вы заехали на своем автомобиле в помещении с повышенной влажностью воздуха, скажем на мойку машин, то воздух при включенной фаре, находящейся в ней, начинает нагреваться и расширяться. Однако как только он остывает, то затягивает наружный воздух внутрь, который кстати более влажный и холодный. Именно тогда и происходит конденсирование влаги на самых холодных поверхностях, коими является стекло фар. Спустя время запотевание пройдет само собой, но только в том случае, если нет проблем с вентиляцией. А вот если циркуляция нарушена или еще хуже в корпусе имеется трещина, то избыточный конденсат начинает скапливаться в фаре и никуда не уходит. Впоследствии это вызывает коррозию на некоторых элементах, о чем мы уже упоминали в начале данной статьи. Что же делать? В подобных случаях специалисты рекомендуют делать следующее. Необходимо открыть все крышки ламп, вытянуть их, включить ближний свет и немного прогреть фары, после чего выключить лампы и оставить все в таком виде их до утра. Если утром запотевание вы не увидели, то можно переходить к следующему этапу. Однако, если влага никуда не делась, то можно прогреть фару принудительно. Для этого можно обдать ее дополнительно теплым воздухом, например, с использованием фена. Теперь необходимо внимательно изучить все швы и промазать их дополнительно герметиком. Затем внимательно осмотреть фару на предмет трещин или неплотности. Последнее необходимо заделать при помощи того же герметика. А вот с трещинами дело обстоит сложнее. Без специализированного сервиса своими руками справиться вряд ли получится. И еще не забывайте проверить, чтобы крышки ламп плотно садились на свои места. На крайний случай хорошенько промажьте их герметиком. После этого хроническое запотевание должно полностью уйти, хотя периодически фары все равно будут потеть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока!